Люди не знают, что у человека есть две опции. Часто человек думает, что если он о чём-то узнал, значит, он так будет делать. Это неправильное мышление. Знание имеет разную глубину. И увести глубоко в знание сердце и делать так, чтобы знание тебя всегда вдохновляло жить, это непростая задача. И эта задача поддерживается тем, что человек должен вновь и вновь приходить на те же самые лекции и слушать те же самые лекции, которые он уже слышал. И слушать как заново, для того, чтобы вдохновляться этим знанием. То есть знание должно вдохновлять человека очень долго, прежде чем оно зайдёт глубоко в сердце и сделает так, чтобы ему саму захотелось это делать. Это требует очень много времени и вложений сил. Большинство людей думают, они уже это слышали, что ещё раз слушать. Они не понимают, что слушать нужно для вдохновения. То же самое ты повторяешь одну и ту же молитву постоянно. И люди говорят, что одно и то же повторять, сказал и хватит. Они не понимают, что нужно долбить как бы судьбу в одну и ту же точку, для того, чтобы её продолбить. Ну то есть то же самое и знание. Что касается от сердца, не от сердца, знайте, это тоже заблуждение. Потому что веды говорят, человек вопреки ощущениям, ну допустим, человек говорит, я не хочу курить, бросать и не бросаю. Вот когда от сердца у меня это будет, тогда и брошу. Это значит, что ты никогда не бросишь. Потому что веды говорят, что человек должен не от сердца бросать. Сердце будет против всегда, пока оно не поймёт. А чтобы оно поняло, ты должен бросать начать. Другими словами, допустим, я решила мужу вот так вот делать, чтобы он был счастлив. Но мне не хочется. Запомните, женщины, во всем этого не хочется. Да не то, что вам как бы вот не хочется. Потому что так устроена женская природа. Женская природа по природе бунтарская. Женщина не может никому подчиняться просто в принципе. Она подчиняется только любви. Она не может просто человеку себя подчинить. Особенно если она капризничает, любви нет. Женщина, когда вот так делает, из чувства долга, у ней появляется потом желание это делать со временем. А если она так не начала просто делать, потому что так надо, она никогда не будет этого делать вообще в жизни. Точно так же, если ты через силу начал бегать, значит потом ты скоро будешь любить это дело. Но если ты через силу ничего не начинаешь делать, потому что у тебя не от сердца идёт, значит ты идёшь неправильным путём. Первый шаг что-то делать это всегда аскеза для любого человека. Но есть тут тонкость определённая. Женщина не должна себя заставлять никогда что-то делать. Аскеза женская по-женски означает вдохновляться вместе. Допустим, мы решили, я решила рано встать. Надо позвонить подружке и сказать, давай вместе встанем пораньше завтра. И когда будет утро, вы подумаете, что-то неудобно не вставать, она сейчас мне позвонит. И я как бы им скажу, что в постели живу, а сама ей звонила, как бы, чтобы вместе встать. И женщина встаёт. Но мужчина, пока он сам себя не заставит встать с постели, он не встанет. Допустим, мужчина, давай вместе встанем с постели, давай. Мужчина звонит, ты встал? Нет, и я не встал. Понимаете, потому что у мужчины совесть далеко от сердца лежит, а у женщины близко. И поэтому женщины всегда вдохновляются только, когда они вместе друг другу что-то обещают. А мужчина всегда вдохновляется, заставив себя самого. Причём интересно знать, что если женщина мужчине что-то обещает, она всё равно не вдохновляется. Вот, допустим, если моя жена мне обещает, давай завтра утром вместе побежим. Это не факт, что она встанет. Потому что, а тем более, если я ещё приду и скажу, ты же обещал, она тогда вообще перевернётся на другой бок демонстративно и вообще не встанет тогда. Ещё позже проспит ещё. Почему? Потому что женщина не любит насилие женской природы. Если я приду к ней и скажу, мое хорошее, такое красивое утро, там птички так красиво пойдут, пойду послушаю. То я знаю, что через пять минут она тоже придёт слушать. Таким образом она встанет. Причём, когда она будет вставать, она подумает, послушаю и лягу назад.